Всем привет дорогие друзья! Сегодня я опять решил немного кайфануть, покрутить красную проволоку. На разбор сегодня пойдет очередная летняя находка около мусорных баков. Я уверен на 99% что внутри медная составляющая, а не алюминиевая. Вашему вниманию представляю очередной древнегреческий агрегат, который будем сегодня разбирать. Это советское зарядное устройство для аккумуляторных батарей. Простыми словами, зарядка автомобильных аккумуляторов. В детстве, когда мы бегали со всеми пацанами, я видел такой у моего соседа, стоял, заряжал аккумулятор на робур. Ифа тогда у него еще была, грузовая. У кого-то может был такой зарядник, кто им реально пользовался, так как у меня аудитория в большинстве случаев возрастная. Меня смотрят и пенсионеры, и пионеры. Может у деда или у отца такой был. Ну а кто видит такое впервые, внесу чуть-чуть информации. Табличка на аппарате полностью затерта. В интернете очень скудная инфа об этом заряднике. На ютуб всего пару роликов нашел. Никто такого мамонта не разбирал. По крайней мере я этого не нашел. Нашел его полное название вообще на авито. И величается он как выпрямитель. Селеновый. ВСА10А. Ставлю сейчас табличку с его краткими характеристиками. На одном из сайтов кто-то сфотографировал и выложил книжечку, которая шла с ним. Книжка-инструкция с техническими данными. Работа схемы, его конструкция, эксплуатация, как бороться с неисправностями и прочее. Нам это все не нужно. Вдаваться мы с вами в эти подробности не будем. Могу лишь коротко дать его описание. А точнее предназначение. Селеновый выпрямитель типа ВСА10А предназначен для зарядки стартерных автомобильных аккумуляторных батарей емкостью от 42 до 135 ампер часов. Также может быть использован для зарядки любых других АКБ, а также как источник постоянного тока для других целей. Все. Перед записью этого ролика я покидал его по барахолкам. Не надо сейчас писать, продал бы его. Отписал мне всего лишь один человек и спросил цену. В объявлении я указал, что не знаю рабочий он или нет, проводов крокодилов с ним не было, нет. Но откуда я его достал, писать я ему не стал, конечно. Короче, сказал, что цену я ему назвать не смогу. Он дважды написал цена, назови цену. Я пожал плечами, он написал, что как узнаешь, напиши. На это я ему ответил, что завтра его разгромлю на цитмет. И дело с концом. Он сразу изменил тактик подхода и написал, за 300 рублей он у меня его заберет. Я в очередной раз решил, что на 300 рубасов слишком озолотиться не получится. Может быть я ошибаюсь. И такими раритетами кто-нибудь еще и заряжает. Прочитал на форуме, что этот аппарат служит как лабораторный блок питания. И может толкать батареи, которые разряжены в ноль. Якобы современные не все умеют дать ток, чтобы вывести из глубокого разряда батарейки. Уж не знаю, на цитмет он решил у меня его выкопить. Или что-то может поменять, что-то сломалось вот в таком же аппарате. В основном здесь вроде как из строя выходят пластины селеновые. Ну, в общем, не знаю. Здесь по сути больше и ломаться нечему. Тут трансформатор внутри, куча проводов. И вот эти вот пластины выпрямительные. Давайте проведем небольшой осмотр перед его разборкой. Вес этого аппарата составляет 6 килограмм, грубо говоря. 6,195 у меня вышло вместе с кабелем питания. Табличка полностью не читаемая. Крокодильчиков нет. Здесь вместо крокодильчиков я вижу только вот такие какие-то огрызки со стола. Сбоку тумблер. Три положения. 6 вольт. Среднее положение. 12 вольт. Лампа индикации. Ручка переносная. Две ножки. И две крышки по бокам. Сейчас мы их с вами откупорим. Все готово. Вот первая сторона этого прибора. Здесь у нас предохранитель, куча шайбочек, какие-то выводы под нумерацией 1, 2, 3, 4, 5. В этой подробности я не вдавался, что это такое. Отсюда у нас выходит шнур питания. Сейчас его сразу снимем, чтобы он не мешался нам в дальнейшем при разборке. Снял предохранитель. Предохранитель тут какой-то самодельный что ли, паянный. Вот эта вот полоса проходит. Кто-то какую-то перемычку напаял. По-моему, таких предохранителей не должно быть. Выкручиваем вторую крышку. Так, здесь у нас какая-то проводка вся перемотанная, вся заизолированная. Вон видно голые провода. Сейчас тоже их отсюда сниму, чтобы ничего это не мешалось. Сразу же откручиваем. Бумажка какая-то. Вот на вот эти штуки, судя по всему, прицеплялись крокодильчики. На самом деле, продумано устройство очень грамотно. Это у меня сейчас провода. Валялись здесь все на столе. А по идее, они должны быть накручены вот на вот этот обод и крышкой закрывались. Все было компактно. Никаких проводов торчащих здесь не должно было быть. Итак, здесь у нас разводка различных проводов, которые уходят внутрь корпуса. Перемычки. Этот вот один провод какой-то подплавленный. И клеммы от крокодильчиков. Вот она, малюсенькая лампочка такая. Лампочка целая. Долго восстановить не буду. Выкручиваем гайку. Сейчас посмотрим, что здесь творится внутри. Как тут все. Ох, ё-моё. А провода-то тут кипели. Вон тут поплавленной изоляции. О, смотрите. Да тут прогар походу даже. Вон, наверное, провод прогорел. Да. Продал бы я сейчас человеку. Ну, хотя, если человек бы какой-нибудь и купил, он бы по-любому здесь открыл все. Обслужил, если что-то требовалось. А может, пыхнул бы у него. Кто его знает. Включил бы так сразу. Сейчас и с этой стороны снимем крышку. Всю контактную группу я подкручивал. Болтики, возможно, даже будут латунными. Потом проверим с вами. Подозрительный у них такой блеск белый. Возможно, латунь покрытая. Контакты. Все, откручиваем. Так, друзья, крышки сняты. Настал, наверное, уже час икс. Да нет, еще что-то. Все-таки держит эту внутрянку. Внутрянка на чем-то держится. Не знаю на чем. Выкручу сейчас и ножки. Посмотрел по драгметаллам. Ничего здесь не содержится. Кроме немного серебра в кнопке, в тумблере. Драгметаллов здесь никаких нет. Да, судя по всему, ножки и держали. Достаем. Час икс. Что же у нас здесь внутри? Так. Ну вот как-то так. Такие вот две катушки. Трансформатор такой неплохой, кстати. Пластины четыре штуки. Селеновые. Пластины вроде бы как алюминиевые должны быть. И косы вот такой вот проводки. Вот еще провод. А, нет, я думал оплавленный. Это всякий мусор какой-то. Очень много грязи внутри. Что это такое, я вообще понять не могу. Какая-то вата с под матраса что ли. Здесь грязный внутри. Здесь у нас еще располагаются такие вот диоды. Четыре штуки. Да и все. Вот такое вот незамысловатое устройство. Подозрительный блеск. Гайчик и болтиков оправдался. Это латунь. К магниту не прилипает. Перемычки из черного металла. Здесь вот такие вот шайбы неплохие. Можно ставить. Куда-нибудь поди и пригодятся. Остальное все из черного металла. Постепенно продвигаемся к самому интересному. Катушки здесь не айс. Здесь меди. Особо-то много мы и не достанем. Всю мелочь я уже разобрал, перебрал. Чермет отделил. Вытащу сейчас пластину с диодами. Вырежу отсюда всю проводку. Будем продвигаться к трансформатору. Небольшая загвоздка. Приходится начинать с пластин. Так как здесь нет резьбы. Гайка дальше не идет. Значит откручиваем пластины. Что мои дорогие друзья. Разборка практически вся завершена. Трансформатор полностью оголен, отделен. Осталось только его размотать. Пластины алюминиевые. Еще всякий прочий алюминий. Вот вытащил диоды. Четыре штуки. Маркировка диодов здесь. SD242U0180. Вот вся проводка, которая находилась внутри. Хочу сказать об одном. Вот об этом. Такая вот кривизна на вот этой пластине. И пластина сама какая-то отколотая, расколотая. Судя по всему, какой-то кулибин уже сюда залазил. И что-то тут дорабатывал. То ли ремонтировал. Все криво выпилено, вырезано. Что-то тут уже, мне кажется, ремонтировалось. Как вы думаете, как считаете, напишите в комментарии. Ну и вообще, кто пользовался этим прибором, можете что-то дополнить. В чем я был неправ. Тоже напишите, чем этот полезен прибор был, чем хорош. И какие у него недостатки. Давайте, друзья, приступаем к разбору нашего вот такого вот кабанчика. Небольшого. Ну как небольшого. Такого нормального. Давайте посмотрим, сколько здесь содержится меди в этом приборе. Надеюсь, вот это вот верхнее здесь толстенькое. Это не алюминиевая проволока. Сейчас с вами посмотрим. Все здесь крошится. Пыль здесь летает. Просто ужас. Кошмар какой-то. Дышать уже невозможно. Сейчас посмотрим. Медь это или алюминий. Медь, друзья. Это радует. Медь. Медь. Вдох. Медь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все чудо-агрегат полностью разобран на частицы и молекулы и не зря было замечено, что кто-то в нем все-таки химичил, конструировал, дорабатывал, ну или вообще собрал его из подручных средств полностью. Вы только мать его взгляните на этот тихий ужас, что творилось у него внутри. Это сложно описать словами, что за жесть тут творили, просто взгляните на это. Проводка была полностью сделана из говна и палок. У человека, который тут паял, тупо остались от чего-то провода, всякие куски, огрызки, мусор одним словом, с клеммами причем. И прямо на клемму напаивали другой провод. Место пайки не заизолировано. Смотрите, сколько клемм я отсюда нарезал. Боже! Я его слепила из того, что было. Внутри некоторая проводка плавилась. И трансформатор тут вообще сгорел походу. Я начал его разматывать. Обмотка из бумаги вся черная. Мне пришлось даже заниматься этим. На улицу выйти. Вот так выглядит медь из трансформатора. Страшненькая. Лак весь облетает, облезает. Молоточком все отбил. Бумага внутри, как пепел. Запашок мангала присутствовал. То ли от сильного перегрева это случилось, то ли он вообще реально сдох и просто прибор сгорел. Подведем к концу сегодняшние посиделки. Время зазря тянуть нечего. Ставим на весы весь чермет. Черного металла вышло на 4 килограмма 673 грамма. Отнимаем 255 грамм. Вес коробки по итогу получается 4 килограмма 418 грамм. Ставим алюминий. 173 грамма. Отнимаем 15 грамм. Вес вот этой баночки получается 158 грамм. Латунь у меня здесь не полная. Отсюда можно поубивать еще вот эти штуки с резьбой. И лампочку я не расколол. Давайте просто взвесим сколько здесь готовый. Докладываем по серебренку. 105 грамм. Отнимаем 15. Вес ящичка. 90 грамм латуни. Ну и наконец медная составляющая. Давайте узнаем сколько содержится в таком выпрямителе. Медяхи. Это вся медь из трансформатора. Ставим на весы. Смотрим. 547 грамм. Ну здесь отнимаем опять 15 же грамм. 532 грамма находится в трансформаторе. Докладываем со стальных проводов. По итогу ровно 750 грамм. Опять же отнимаем 15 грамм. Получается в итоге 735 грамм. Вот с такого советского выпрямителя. На этой ноте будем заканчивать сегодняшнюю разборку. Спасибо всем за просмотр друзья. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи и до скорых встреч. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok